Через год подходит к концу контракт одного из лучших, если не лучшего, российских фортерей в НХЛ. Игорь Шестеркин наверняка продлит соглашение с Рейнджерс. Это представляется очевидным ответом на важный вопрос. Однако, остается другой вопрос. Сколько же должны заплатить одному из лучших фортерей современности? Всем Хоккей в дом, с вами Михаил Дичков и вы на канале Хоккей в кадре. Именно сегодня мы с этим и разберемся. Не забывайте ставить лайк и подписываться на этот канал. Давайте уже здесь наберем 300 тысяч подписчиков. А если мы сегодня наберем 150 лайков, то уже завтра выйдет новый ролик. Поэтому все в ваших руках. А также можете написать в комментариях, кого вы считаете лучшим фортерем современности. Василевский, Шестеркин, а может вы Варламов? Пишите ваши мысли в комментариях. И вот тут уже появляются разные мнения и мысли. Вплоть до того, что Шестеркин, чей Кэпхи сейчас составляет всего 5 миллионов 667 тысяч. Должен получить рекордный контракт в Историан Хэл для вратарей. И на самом деле это вполне возможно. Пока что крупнейшая сделка принадлежит Кэрри Прайсу. В 2017 году Канадис заключил соглашение с Монреалем на 8 лет и 84 миллиона. Кэпхи составил 10,5 миллионов долларов. Это также рекорд. Игорю Шестеркину точно заплатят. Но вопрос заключается в том, сколько и стоит ли выделять столько денег под потолок зарплаты. После блестящей игры в плей-офф Шестеркин получил карт-бланш с учетом его важности для Рейнджерс. И это потенциально пугающая мысль с учетом нестабильности позиции. Каким бы фантастическим ни был Игорь из года в год, прогнозировать перспективы голкиперов по-прежнему чрезвычайно сложно. Что добавляет некоторый риск в любую долгосрочную сделку. Шестеркин имеет право подписать новый контракт с 1 июля. И первые новости указывают на потенциально рекордную сделку для вратарей. По словам Молли Уокера из New York Post, есть основания полагать, что сторона Шестеркина нацелена на контракт на 12 миллионов долларов в год. Это соответствует примерно 13% от платежной ведомости. И соответствует предыдущим соглашениям Кэрри Прайса, Хенрика Люнгвиста и Сергея Бобровского. Это нельзя назвать несправедливым запросом, учитывая резюме Шестеркина. У него за плечами вези на трофе. Он стабильно входит в число лидеров лиги по количеству спасений от голов относительно ожидаемых. И даже в сезон спада входил в топ-10 стартовых вратарей. А в плей-офф он вообще был абсолютным монстром. Укрепив свою репутацию голкипера для больших матчей, Шестеркин многого стоит. Проблемы в ожиданиях, связанных с такой высокой ценой. Сделка с хэпхитом 12 миллионов долларов оставляет крайне мало места для ошибок. И риск только возрастает по мере того, как Шестеркин приближается к 30 годам. В следующем сезоне прогнозируемый рейтинг защиты Шестеркина составит плюс 15,3 за 58 матчей. По сути, это означает, что он должен спасти примерно от 15 голов относительно ожидаемого при довольно большой нагрузке. Такой показатель уступает только Конору Хелебайку, у которого плюс 21. И предполагает, что это относительно безопасная ставка на то, что Игорь войдет в десятку лучших вратарей в данном сезоне. Крупная сделка в мире вратарей с учетом большого количества неопределенностей. И тем не менее, ожидаемая зарплата по-прежнему составляет всего 9,5 миллионов долларов. Растущий потолок зарплат отчасти сможет компенсировать это. Ценность Шестеркина в последующие 4 года поднимается выше 10 миллионов долларов. Но недостаточно, чтобы достичь диапазона около 12 миллионов. Ожидается, что за сезон Игорь будет спасать более чем от 20 голов сверх ожидаемого. А это чрезвычайно сложно делать на постоянной основе. Требуется, чтобы на вратаря можно было точно рассчитывать, чтобы он мог войти в топ-3 или топ-5 в конкретном сезоне. Еще сложнее вратарю будет в возрасте 30+. А именно в этом возрасте будет реализована почти большая часть нового контракта. Игорь, возможно, является исключением из правил, когда дело касается вратарей. Но из этого правила сложно сделать исключение. На это лучше всего смотреть через призму предыдущего исключения из правил в составе Рейнджерс Хенрика Люнквиста. В возрасте 25-31 год он спасал от 20-ти плюс голов сверх ожидаемого в каждом сезоне. Но после всего возраста он достиг подобного результата только один раз. В возрасте 33 лет. В одном из шести сезонов, проведенных вратарем в возрасте старше 32 лет. С 34 по 37 лет результаты Лонквиста упали в среднем до 3,3 спасения от шайб. Эта модель немного менее сурова в отношении Шестеркина, особенно в конце карьеры. Но ожидаемый спад в возрасте 30 плюс помешает ему оправдать сделку на 12 миллионов долларов. Текущий прогноз на 8-летний контракт это 9 миллионов. Сумма игрока уровня франшизы. Для сравнения, текущий прогноз Эволвинг Хоккея составляет 9,9 миллионов. Однако этот прогноз может измениться, если Шестеркин начнет играть чаще. Одна из причин, по которой прогнозируемая стоимость контракта Игоря оказывается ниже, заключается в том, что они используются в качестве рабочей лошадки в традиционном смысле этого слова. Модель учитывает ожидаемую рабочую нагрузку. Вратари, которые играют больше и зарабатывают больше. Это можно проследить, если посмотреть на три вратарских мега-сделки, которые Шестеркин может использовать в качестве ориентира. Люнквиз проводил в среднем 66 матчей за год в течение трех сезонов. Прайс играл по 64 встречи. В оброске выходил в 63 матчах. Шестеркин напротив, всего в 55 встречах, а его карьерный рекорд 58. Это хорошо, так как Шестеркин остается свежим перед плей-офф, а уже Рейнджерс пожинает плоды в виде больших наград. Но отчасти оправданием рекордной сделки является возможность принять более тяжелую рабочую нагрузку. Если увеличить объем работы Шестеркина до такого же уровня, как и у трех парней выше, его средняя стоимость поскочит и окажется за пределами 10 миллионов долларов. Особенно, если он продолжит получать более 50 матчей в старте даже после 30 лет. Однако, это все еще не 12 миллионов долларов. Такая сумма является слишком высокой планкой, чтобы ее можно было преодолевать каждый сезон. Здесь присутствует риск, связанный с представлением любому вратарю, даже одному из лучших рекордного контракта. Нестабильность позиции делает потенциальный договор еще более рискованным. При этом та же самая нестабильность также предлагает множество возможностей для роста в любом сезоне. Сезон, когда Шестеркин получил Везину, доказывает это. Тогда он спас от 41 гола сверхожидаемого. Это знак того, что он превосходит ожидания, так как не может сделать большинство хоккеистов. Результаты вратарей имеют тенденцию стремительно меняться. Поэтому, возможно, лучше ориентироваться на общее количество голов, от которых игрок спасет за период действия сделки, а не смотреть на ситуацию из сезона в сезон. Относительно вратаря, который будет входить в старте в среднем около 60 раз ежегодно в течение 8-летнего контракта, мы говорим о 140 спасениях от голов, что примерно на 50 больше, чем базовые ожидания Шестеркина. Именно здесь и есть немного больше надежды на то, что Шестеркин сможет оправдать столь высокую зарплату. 140 спасений от голов за 8-летний период. Очевидно, по-прежнему астрономическое количество. Но для немногих избранных это выполнимо. Шестеркин может черпать вдохновение у самого Лунквиста, который уже доказывал, что это возможно. Король Хенрик в возрасте от 29 до 36 лет спас от 131 гола сверх ожидаемого, проводя в среднем 56 матчей за сезон. Конечно, последние несколько лет были посредственными, но с лихвой компенсировал это исключительно первой половиной. Например, Хелебайк достойный современный пример, спасший от 55 голов за сезон, когда ему было 29 и 30 лет. Это означает, что ему нужно спасти еще всего от 85 шаг в течение следующих 6 лет. Такой показатель находится в пределах разумного. Еще одна причина, почему Шестеркин сможет оправдать такой крупный контракт, это нестабильность. Прогнозируемая стоимость Игоря на данный момент очень высока. Но вратарь только завершил сезон, когда испытал спад, который имеет наибольший вес. Перед компанией его прогнозируемая ценность была намного выше. Прогнозируемый рейтинг защиты составлял плюс 23. Используйте это число вместо указанных выше, и вы получите прогнозируемую стоимость, которая равна 12 миллионам долларов. Опять же, непостоянство вратаре играет огромную роль, поскольку оценка игрока может сильно колебаться из года в год. Если последний сезон был для Шестеркина всего лишь неприятной вспышкой, то более чем справедливо предположить, что он может оправдать сделку, превышающую нынешний прогноз относительно него. Текущий прогноз действительно предполагает, что он придет в норму, но, возможно, недостаточно. Тем не менее, то, что последним ориентиром для Шестеркина является его предпоследний год по контракту, означает, что мы должны быть осторожны, игнорируя этот факт. В таком сезоне планка снижается. Именно это делает контракт на 12 миллионов долларов таким же рискованным. Шестеркину гораздо легче играть ниже этого уровня, чем выше него. Лучший способ взглянуть на все это, это рассматривать эти два события как обсуждение, что будет справедливее. В лучшей форме Шестеркин вратарь достойный контракта на 12 миллионов. Это его потолок. В своих худших проявлениях он должен зарабатывать 9 миллионов. Это его пол. Вы видите среднее арифметическое, и вы получите, возможно, лучший ответ. 10,5 миллионов долларов. Добавьте дополнительные 100 тысяч, и это по-прежнему будет рекордная сделка, но с немного более управляемым профилем риска. В целом, существует большой риск с выделением огромной суммы по потолок зарплат именно вратарю. Но это не значит, что такого никогда не следует делать. Некоторые вратари более чем достойны того, и Шестеркин, безусловно, отвечает всем требованиям. Есть обоснованные опасения относительно того, насколько огромным должен быть этот договор. Но Шестеркин выглядит как игрок редкой породы. Тот, у кого не возникает особых проблем с тем, чтобы отплатить за вложение. Он не просто вратарь франшизы, он и есть франшиза. После этого ролика, как вы считаете, заслуживает ли наш русский вратарь такую сумму? Напишите свои мысли в комментариях. А на сегодня у нас все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. До скорых встреч. Любите и играйте в хоккей.